Всем привет, девчонки и мальчишки! Так, показываю, что купила. Буду готовить вкусняшки. Купили продукты. Купила 2 килограмма картошки. Помидорки купила. Огурчики. Соус Цибели. Вот такой у нас вкусный соус. Руна. Вкусный соус. Коньячок. Снова печень трески взяла. Компот наварила. Пепси купила. Ну, зять любит у нас Пепси. Потом, девчонки, приправки вот такие. Купила. Думаю, пусть будут. Иногда добавляю. Потом сыр. Какой-то... Какой сыр забыла. По 180 гривен у нас. Потом купила на картошку. Буду по-французски этот. Моцареллу. Моцареллу купила. Мясо корейку. Не знаю, сколько тут у нас. Она сейчас по акции была. По 118 гривен. Ну, почти. На 184 гривны купила. Потом колбаска вот такая вот. Тоже. Хуторська. Как домашние колбаски. И что еще? Что еще? А, девочки, вот еще что купила. Уже начали кушать. Балычок. Оки с свинячей. Ну, поняли. Вот это мясико запаянное. София уже все, бутерброд я отрезала. Побежала на улицу с бутербродом. В общем, вот такие покупки у нас. Что? Коньячок вот такой. Будем пить коньячок. Называется Армения. Три звезды. Тоже был по акции. За 128 гривен. По-моему, взяли. Вот. Ну, все. А теперь буду готовить. Покажу, что я буду готовить. Сегодня картошка по-французски. Чебуреки буду готовить. Ну, салатик такой. В общем, потом еще включусь с вами. Пообщаемся. Ну, что, начинаем готовить. Сегодня готовлю чебуреки и картофель по-французски. Вам сейчас буду показывать. Первое буду готовить чебуреки. Оставайтесь со мной. Покажу, как я их готовлю. Что нам надо для рецепта, девчонки? У меня мука. Три стакана. Шестьсот грамм. Соль. Щепотка. Масло подсолнечное. Три столовые ложки. Сахар. Одна чайная ложка. Одно яичко. Вода. Кипяток. Полтора стакана. В общем, муку я просеяла. Разделила. Сейчас тут буду заваривать, потому что стоит уже кипяток. Все. Начинаем готовить. Девчонки, мука просеянная. Добавляю. Ну, щепоткой. Мне будет тоже. Я добавлю вот так. Соль. Сахар. Чайная ложка. Перемешали. У меня еще по рецепту идет, девчонки, водка. Три столовые ложки. Но у меня водки нет. У меня есть водка, только перцовка. Она же, наверное, не подойдет. И три столовые ложки подсолнечного масла. Все. Выливаем вот сюда все. Сейчас я вот это перемешаю. Все. Буду добавлять кипяток. Полтора стакана кипятка. У меня стакан уже стоит. Кипяток очень горячий. Будем делать заварное тесто. Ох, горячо. И все вот это будем до однородной массы. И постепенно буду вводить муку, девочки. У меня получилось. Сейчас добавлю яичко сюда одно. И тоже все перемешиваем. И сейчас буду вводить муку. Видите, она какое такое. Не комочками стала. Муку буду постепенно вводить. Она у меня уже тоже просеянная. Я просто ее разделила. Осталась вот мука у меня. Сейчас я ее буду добавлять в это тесто. И будем замешивать. Вот яичко хорошо уже перемешалось. Муки, девчонки, смотрите сами. Мука у всех разная. У кого-то больше пойдет, у кого-то меньше. Я сама вот я отмерила 600 грамм. Буду смотреть. Если мало, буду добавлять муки. Главное, чтобы не больше. В общем, сейчас я ох, чуть-чуть рассыпала. Буду заводить тесто, а потом покажу, как получится. Добавляю еще полстаканчика муки. И все буду размешивать. В общем, ушло мне полтора стакана кипятка. Я сразу не развожу со всей мукой, чтобы оно комочками не бралось. Вот так, чуть-чуть. Смотрите, какое тесто получается. И буду добавлять что-то мне кажется, что муки мне маловато. В общем, мука каждый раз разная бывает. И получается, бывает, больше пойдет, бывает, меньше. Так, все, девчонки, выложила на стол. Но смотрите, чуть-чуть жидковатое. Значит, буду добавлять муки. У меня вот здесь мука уже вот есть. Она просеянная. Все, я ее буду добавлять. Потому что, потому. Видите, чуть-чуть тесто жидковатое. И буду делать такое густенькое, тугенькое. Сейчас мы его вымесим, а потом я его оставлю отдыхать. И мы займемся с вами фаршем. Покажу. Чуть-чуть так муки буду подмешивать. Такое тесто у меня получилось. Девчонки, добавляла еще, когда вымешивала. Чуть-чуть добавляла муки. Потому что, хотя я делаю по рецепту, который мы всегда делаем. Ну, мука бывает разная. В общем, вы будете смотреть по ситуации, по тесту. Так, вот такое у меня тесто получилось. Все, я его убираю отдыхать. Сейчас полотенечком накрою. И пусть оно у меня отдыхает. Все. А мы будем заниматься фаршем. Так, для фарша нам. Для начинки фарш. У меня свиной фарш. Лук. Много лука я вожу. И соль. И перец. Все. Еще я добавлю немножечко укропа. Девчонки, фарш можно лук и резать. Можно и на мясорубку. Ну, кому как удобно. Я, наверное, сегодня не буду резать. Мне хочется, чтобы начинка фарша была такой сочной. Так что я сейчас пропущу через мясорубку лук. Потом буду добавлять уже в сам фарш. Так, фарш у меня готов. Лук. Смотрите, сколько сока получилось. Перекрутила на мясорубку. Добавляем. Так, соль. Каждый на свой вкус солит. Мы еще потом в конце же будем сейчас фарш вымешать. И будем добавлять еще воду. Так. Девочки, перец. Все. И все. Теперь будем это все вымешивать. Водичку обязательно добавляем в конце. Воды уходит много. Даже может даже стакан воды уйдет. Именно холодной воды. Не теплой. Холодная водичка должна быть. Можно добавлять специи. Кто какие любит. Разные специи. Но я хочу просто черный перец. А, сейчас укропчик еще добавлю. Тесто у нас стоит. Сейчас фарш приготовим. Начиночку. И будем... Сейчас добавлю укроп. Ставила укропчика уже зелененького. Не знаю, сколько у нас получится, чего речка. Жарить будем в большом количестве масла, чтобы они прожаривались хорошо. Ну, конечно, не полностью, как во фритюре желательно. В домашних условиях не очень это удобно. Сейчас покажу, как я готовлю. Так, сейчас добавим, наверное, воды. Попробую на соль. И будем добавлять водички. У меня вот такая чашечка воды. Чуть-чуть еще добавила соли. Будем постепенно. Девчонки, фарш вымешиваю руками. Мне не нравится. Девчонки, фарш вымешиваю руками. Я его так чувствую. Хорошо. Сейчас посмотрим, сколько у нас воды уйдет. Вода холодненькая. Даже вообще желательно, чтобы была такая холодная-холодная. Так, добавляю еще. Он постоит, тут все время, и вода впитывается в фарш. Фарш хорошо. Девчонки готовить саму. Ну, самим дома не покупной брать, потому что, знаете, как бывает, обманывают. Хотя у нас вот в магазине хороший фарш продают. При вас достают мясо, на мясорубке все это перемалывают. А если уж такой фарш продают, уже он с водой разбавленный. Ну, все, выливаю я вот эту еще. Вот у такой у меня чашечка пошла вот сюда. Уже, конечно, можно и ложечкой. Уже он мягенький. Ну, все, фаршик готов. Будем доставать тесто наше и раскатывать, лепить чебуреки. Девчонки, тесто. Вот такое оно полежало хорошенькое. Теперь я его сейчас разделю на две части. Одну часть уберу. Хочу попробовать. Я последний раз, когда готовила чебуреки, на силиконовом коврике без муки, чтобы в муке их не обваливать, тогда на сковородке мука не горит. И получается лучше. Мука тогда горит, надо масло чаще менять. Сейчас я их так раскатаю. И на кружочки маленькие мы нарежем. На силиконовом удобно коврички. Только ножиком аккуратно нельзя, чтобы прорезать. Я так буду аккуратненько сейчас пробовать. Не знаю, может чуть-чуть и буду подсыпать муки еще. Еще не знаю. В общем, такая вот колбаска. Будем делить чебуречки. Большие, маленькие. Кто какие хочет, размерами. Сейчас разделим. Аккуратненько. Не порезать ковричек силиконовый. Сколько? Два. Один или два. Два. Буду делать небольшие. Так, наверное, все-таки муки, девчонки, подцеплю. Вот тут с краешку. Я сейчас их вот так, лепешечки поделаю. Потом буду раскатывать. Вот такие лепешки. И будем катать. Раскатала, забыла, позже включилась, девчонки. Вот такими шариками, кружочками. Можно даже по этому ориентироваться, какой диаметр вам удобный. Я буду, девчонки, наверное, раскатывать и сразу жарить. Ну, по два буду готовить. Потому что, если сразу все налепить, если они долго лежат, они потом начинают тесто мокреть, а потом на сковородке это все прорывается. Ну, так. Не хочется сильно и толстые делать, и тонкие. Чуть-чуть так, мукой немножечко. Чтоб все муки, они у меня не были. Ну, вот такие вот. Пусть такие будут у нас чебуречки. Так. Сиди-то там неровно, ничего страшного. Так, фарш. Вот у меня фарш. Смотрите, он постоял на стакан воды, вылили, он все равно уже стал густой. Я бы даже еще добавила воды. Даже не знаю. Я вот так с краешку, к этому ближе к краю, буду ложить. Мясо, домашние чебуреки должны быть такие, мясные. И заворачиваем. Заворачиваю, вот так придавливаю. Воздух убираю, чтобы потом не было, девчонки, у них воздуха. Так. Как мы будем их пальчиками тут заклеили. Девчонки, можно вилочкой делать вот так. По краешку пройтись вилочкой. Такой вариант. Вот. Этот убираем. Второй вариант. Сейчас я вот сюда поближе. Эх, машинка постирала, пикает. Тоже воздух выдавливаем. Пальчиками проходимся. Хорошо заклеиваем края, чтобы потом сок не выбегал и не стрелял у нас на сковородке. Вот так я хорошо прохожусь. И вот у меня есть вот такая вот штучка. Так, чтобы они были красивенькие. Тут можно даже сильнее попридавливать. И вот так прохожу по краешку. Вот. Вот эту штучку мы убираем. Вот вариант. Есть вот такой с зубчиками, а есть с вилочкой. Ну, если нету такой штучки вилочкой, можно. И будем жарить. Сейчас на сковородку включу, разогрею. Масло будем готовить. Масло. Все, масло. Тесто, кусочек теста бросаем. Все, печку ставлю. Нагрела на девяточку, ставлю на семерку, даже может и на шестерку. И начинаем жарить. Смотрите, как они у меня, видите, плавают. Я масла наливаю много. Они полностью утонули. И жарятся. И жарятся. Почти как в кляре. Выкладываем. Я же первые уже пожарила, забыла камеру включить. Смотрите, какие красивенькие. Ну, в общем, вот так буду жарить все чебуречки. Потом вам покажу, сколько у меня получилось. Буду готовить. Вот такие, девчоночки, чебуреки у меня получились. Посмотрите, какие они красивые. Еще скажу, девчонки, тесто сильно тонкое, не раскатывайте. Ну, так, не сильно тонкое, не толсто. Серединочку находите, потому что, если тоненькие сильно раскатайте, будут на сковороде лопаться. В общем, дальше буду готовить картофель по-французски. Оставайтесь со мной. Девчонки, готовим картошку по-французски. Так, как я делаю? Мясо у меня корейка. Я ее отбила, посолила, поперчила. Оно у меня в холодильнике мариновалось. Готовим. Лист, противень смазала подсолнечным маслом. Так, выложила мясико. Показываю, как я готовлю, девчонки. Сейчас мясо чуть-чуть. Я знаете, что забыла? Чего его сразу не замариновала. Только поперчила и посолила. Показываю, как я готовлю. Я сейчас вот так. Вот такая кисточка у меня есть. Я сейчас мясико смажу кисточкой. Лист, противень тоже подсолнечным маслом немножечко смазала. Хотя здесь на мясе есть кусочки жира. Они тоже вытопятся, дадут свой сок. Вот. Есть. Вот так. Можно чуть-чуть больше. Люблю побольше. чтобы посочнее было. Смазали маслечком, майонезом. Так. Мясо все смазали майонезом. Есть. Дальше что? Дальше у меня лук. Лук, девчонки, не было белого лука, был такой синий. Какая разница? На мясо выкладываю лук, слой лука. Все слоями делаю. Ну, они так все готовят. Просто показываю, как я готовлю. Кто называет по-французски, кто по-московски. У всех по-разному. Ну, показываю, как я готовлю. Лука много. Ну, кто не любит, можно лук не ложить. Но, мне кажется, лук любят все. Чтобы мясо было сочное. Так, лук уложили. Теперь сверху лука, девчонки, картошка. Картошку я нарезала кружочками. Вот этой вот приправкой посолила. Вот эта, торчен. И добавила перчика и майонез. Ну, и теперь смотрю, что картошка пустила сок. Теперь мне надо аккуратно все выложить, чтобы не было воды. Жидкость. Или сейчас я ее, наверное, солью. Сейчас, девочки, я ее солью, эту воду. Зачем она мне надо? Кстати, с этой приправкой очень красивая получилась цвет картошечки, такой желтенький. Так, хотя картошку обсушила. Выкладываем картошку. Нарезала кружочками. Я раньше как-то сначала нарезала, потом солила, ну, здесь, вот на противне, но она потом, там чуть-чуть несоленая. Там сейчас я так повылаживаю все. Сверху потом, девчонки, буду сыром уже за 15, нет, даже меньше, минут за 10 она уже будет готова, практически. Я добавлю сыр. Сыр у меня моцарелла. Я вам показывала в видео, какое купила. Сейчас вот так. Смотрите, 2 килограмма картошки ушло сюда. Я еще думала, много будет, а ничего, немного, Алентика. У меня противень в духовке есть один низкий, один глубокий. Этот такой вот, бортик вот такой где-то. Глубокий. Мне нравится этот противень. Ну, все, в принципе. Дайте, как красивенько. Все, вот это ставлю в духовку. По времени не помню, сколько, но буду смотреть, как приготовится. В конце добавлю сыр. Все, девчонки. Покажу потом окончательный результат, что получилось. Девчонки, вот сыр моцарелла натерла, потом в конце забыла вам показать. И в духовочку поставила я картошечку. Видно вам? Плохо видно. Все, сейчас включаю духовку, буду готовить. Не в разогретую поставила, потому что я ее включу чуть-чуть позже. Ну, вот и картошечка моя приготовилась. Вот такая картошка красивая. Только-только досталась девчонке с духовки, готовила один час, ну, можно сказать, 50 минут. Ну, вот так. В конце уже за 10 минут сыр насыпала сверху. Такая картошка приготовилась. Все, теперь накрываю стол и встречаясь минуты на минуту приедет моя дочь. Пока!